Отделение центра Огонёк, детский ортопед. Добрый день, уважаемые коллеги. Я являюсь представителем Санкт-Петербургского государственного учреждения здравоохранения восстановительного центра детской ортопедии и травматологии Огонёк. Сергей Николаевич из того же учреждения. Я заведую клиническим отделением, Сергей Николаевич отделением физиотерапии. В первую очередь мы бы хотели выразить слова глубокой благодарности организаторам конференции. Говорим мы это не только от себя, но и от лица нашего руководителя, профессора Дудина, который, к большому сожалению, хотел, но не смог приехать сюда на конференцию. Наша благодарность и наш интерес к этому мероприятию основан на том, что, во-первых, те вопросы, которые тут затрагиваются, мы с ними встречаемся практически каждый день в практической работе. И второе, существует определенный отрыв, изолированность мануальных терапевтов, классических ортопедов-травматологов друг от друга. Существуют разные подходы к лечению разных нозологических форм. То есть это не секрет для медиков, что есть школы фидерские, московские, воронежские, когда радикально могут отличаться подходы к лечению какой-то патологии. Что касается ортопедической патологии, здесь еще больше разных интересных моментов, когда мы просто не понимаем друг друга. Но чтобы начать понимать друг друга, нужно говорить. И именно для этого сегодня мы представляем доклад, который является плодом многолетней, десятилетней работы, даже больших, коллектива авторов под руководством профессора Дудина Михаила Георгиевича и профессора Пинчука Дмитрия Юрьевича. Мы хотим отразить те наши взгляды, несколько новые взгляды, они могут отличаться от классических взглядов ортопедических, которые были ранее. Где-то мы просто повторяем и обобщаем опыт исследователей сколиоза, которые насчитывают столетия. Этот слайд, чтобы напомнить, что такое детская ортопедия, то есть если переводить дословно, это воспитание прямого ребенка. Итак, сколиоз известен со времен Гиппократа. Его называют крестом ортопедии, потому что ни одно заболевание не является столь часто изучаемым в ортопедии травматологии и таким таинственным и загадочным. Общепринятое в медицине считается, что заболевание расшифровано тогда, когда существует четкая и стопроцентно эффективная профилактика. Этого нет при сколиозе. Не существует одного метода комплекса мероприятий, как профилактика сколиоза. Частота в популяции сколиоза, как была от 5 до 12%, так она и остается таковой. На раскопках древнего Кремля находили скелеты с типичной, классической сколиотической картиной. Медицина шагает вперед. Мы добиваемся результатов лечения многочисленных заболеваний, соматических, травматологических. Сколиоз остается сколиозом. Я напомню сейчас несколько вещей, которые являются общепринятыми, которые касаются идиопатического сколиоза. И в дальнейшем в докладе в основном мы будем рассматривать самое частое, самое таинственное заболевание под названием идиопатический сколиоз, которое возникает в возрасте от 10 до 15 лет на фоне абсолютно полного здоровья. Ребенок ходит ровненький, все хорошо. Как правило, это девочки 4-5 раз чаще, чем мальчики. Многие родители и родственники даже радуются. Посмотрите, какая у Маши спина ровненькая, что там плоская спина. И все хорошо. И вдруг в течение полугода, года, вот как гром среди ясного неба. Либо это на профосмотре в школе у вашего ребенка сколиоз второй степени. Либо это родители, вывозя ребенка на юг, или раздевая в бассейне, видят, что что-то не так со спиной. Все было идеально, все хорошо. Родители, как правило, шокированы. Они говорят, как же, у нас же вот полгода назад все было нормально, нам никто ничего не говорил. И вы это в своей практике каждый день, я считаю, видите тоже самое. Для сколиоза характерно неуклонное прогрессирование с ростом. Ну и наконец, ну это уже наши взгляды, что мы на мордность при разных причинах. Вот вариант лечения сколиоза в античные времена. Если где-то что-то кривое, надо надавить, потянуть, исправить. Вот на этом слайде из монографии Михайловского и Фомичева, наших новосибирских коллег, представлена цитата. Это цитата Американской ортопедической ассоциации, 41-й год. На основании анализа всех документов 425 больных со сколиотической болезнью, они сделали выводы. Основная жалоба связана с косметическим проявлением сколиоза. Так тоже и происходит, что основная жалоба ребенка со сколиозом, а чаще даже его родителей, это наличие деформации. Болевые ощущения не обязательно при сколиозе. Болевые ощущения могут быть у ребенка с нарушением осанки. Второе. Консервативное лечение. Ну, американцы берут лечебную физкультуру, считают, что эффективно только в 40% случаев. Консервативная коррекция корсетами, считают они, неэффективна. Эта операция с конделодез представляет шанс для удержания коррекции. И в итоге альтернативы хирургическому лечению сколиоза нет. Это мнение скоро уже будет как вековой давности, 41-й год. Скажите, пожалуйста, что-то изменилось сейчас? Много ли ортопедов, практикующих, которые постоянно общаются с такими пациентами, с их родителями, получают удовлетворение от курации ребенка со сколиозом на протяжении нескольких лет? Это сложнейшая задача. Это с любезного согласия наших белорусских коллег, цифры представлены. Хирургическое лечение сколиоза, разные возрастные группы, когда, какие методики применяются, и исходный уровень дуги. Результативность комбинированного корсетного и хирургического лечения. Здесь, вот, позвольте сделать небольшое отступление. Все мы имеем медицинское образование общее. На занятиях по фармакологии, клинической фармакологии, патофизиологии нас учили, что максимально эффективно лечение любого заболевания только в том случае, если мы будем воздействовать на первую причину – этиологическое лечение. Вторым по значимости считается патогенетическое лечение, когда мы будем воздействовать на ключевые звенья патогенеза, заболевания. Ну и, наконец, наименее эффективно – это симптоматическое лечение. Возьмем сколиоз. Хирургическое лечение, вот как вы думаете, куда можно отнести? Конечно, не влияние на первую причину. Конечно, не патогенетическое лечение. Я бы даже сказал, что это не симптоматическое. Это приспособление человека, уже сложившееся в патологическом процессе с его результатами. Более того, вопрос приспособления, это совершенно верно, внутренние косты. Грамотные хирурги, которые оперируют таких деток, всегда пишут в выписке, позвоночник пожизненно утратил способность движения в определенном сегменте. Причем, скажем, показания для оперативного лечения при сколиозе, ведь они очень нечеткие. На самом деле, если вы отправите пациента со сколиозом, допустим, в клинику крупную, где занимается этой проблемой, в Москву, в Санкт-Петербург, в Нижний Новгород, пускай это будет третья-четвертая степень, он приедет оттуда, его поставят на очередь, да, но нужно оперировать. Разные существуют способы, разные конструкции, разные технологии, разная стоимость. Это можно сделать в Европе за 50-100 тысяч евро. Хирурги возьмутся за это дело. Но какие вот существуют показания? Существуют абсолютные показания для оперативного лечения. Если имеющаяся проблема резко будет сокращать жизнь пациента или представлять угрозу для жизни, это абсолютные показания. Второе показание – это наличие стойких неврологических осложнений, которые, естественно, связаны с грубой деформацией. Это тоже абсолютные показания. На границе абсолютной относительной показания можно сказать, что когда трехплоскостная деформация позвоночника и туловища влияет на работу жизненно важных органов – сердечно-сосудистая дыхательная система. Все. Больше показаний для операции не существует. В основном это одно – это грубый косметический дефект. И на сегодняшний день, в общем-то, возникает вопрос. Выявляют сколиозы родители на профосмотрах, как правило, в возрасте где-то 10 лет. Опять-таки, я напомню, что речь мы ведем о идиопатическом. Не о врожденных сколиозах, не о каких-то других. 10 лет. Причем выявляется, как правило, деформация уже классической картины, трехплоскостной деформации позвоночника и туловища. Вопрос. А начало ли это заболевания? Нет, конечно. Через 3-4 года или 5 лет при отсутствии адекватного лечения сколиоз может превратиться в сколиоз четвертой степени, представить из себя уже грубую родущую деформацию. И здесь уже встает вопрос о необходимости оперативного лечения. Вот этот слайд Михаил Георгиевич Ждудин делал перед поездкой в Европу. И он нашел глубокое понимание. Не только наша точка зрения такова, что начало диагностики, диагностическая фаза сколиоза в возрасте 10-11 лет мы выявляем. До этого, конечно, какие-то симптомы уже есть, заболевание уже длится годами, но никто не занимается таким ребенком. Ну и, наконец, вот этот возраст с 9 до 11 лет пока не поставили диагноз. Не поставили диагноз, не взяли на диспансерный учет, называется темной зоной. Патологический процесс давно живет в организме ребенка. Он развивается, болезнь прогрессирует. Ну, болезнь в кавычках. Тут тоже философский вопрос, является ли сколиоз болезнью? Мы ставим вопрос, а что же делать до этого возраста, когда еще не сложилась диагностическая клиническая картина сколиотической болезни? И для того, чтобы как-то выйти из этой ситуации, мы выбрали для себя единственный, пожалуй, общепринятый, железный, железобетонный факт, который характерен для сколиозов. Это прямая связь прогрессирования сколиоза с интенсивностью роста. Классическая кривая Дюа-Либа-Пред, где указано, чем выше интенсивность роста, тем интенсивнее прогрессирует деформация. Связь. Рост. Связь. Прогрессирование сколиоза. В исследовании, которое проводили мы уже самостоятельно, совместно с математиками, с рентгенологами, было обнаружено, что для классического идиопатического сколиоза характерно своеобразное строение, рентгенологическая картина и некоторые антропометрические характеристики на рентгенограммах тел позвонков. Высота переднего отдела тела позвонка зачастую превышала высоту заднего отдела на боковых сколиограммах. Здесь анализ тел позвонков по вентральной поверхности. Здесь разные грудные и поясничные позвонки у здоровых детей. Я вот с тревушкой показываю, так видно, да? И у детей со сколиозом. На следующем слайде на примере 10-го грудного позвонка. Позвонка, кривая розовая верхняя, это ребенок со сколиозом. Высота тела позвонка в миллиметрах. И среднестатистическая высота тела в тех же возрастных группах у нормального ребенка без сколиоза. Мы видим разницу. Использовали в конце 20-го века, начиная с 70-х годов, радиоизотопную диагностику для определения степени обменных процессов в костной ткани, которые происходят у ребенка в норме, со сколиозами, с разными сколиозами. Исследовали десятками лет, уже исследуем уровни так называемых остеотропных гормонов. Тех гормонов, которые отвечают за баланс роста, интенсивности роста, подавление роста. Кальцитонин, паратерин, соматотропин и кортизол. Это докторская диссертация нашего профессора, где показано, что по гормональной, в кавычках, гормональной картине вот этих четырех гормонов можно обнаружить, что у непрогрессирующего сколиоза соотношение остеотропных гормонов будет одно. У детей в норме соотношение, причем они все находятся в пределах нормативных возрастных показателей, другое. Ну и, наконец, при прогрессирующей деформации картина будет совершенно отчетливо отличаться от этого. Те же самые гормональные исследования, только в виде таких вот круглых диаграмм. Показано прогрессирующий характер течения сколиоза, высокий уровень соматотропного гормона, весь кружок является нормой. То есть не выходит за пределы, может не выходить за пределы нормы. Высокий уровень кальцитанина при достаточно низких уровнях кортизола паратерина. Здесь немножко другая комбинация. Наконец, вялопрогрессирующий сколиоз и непрогрессирующий сколиоз. Итак, существуют особенности и уровня остеотропных гормонов, и их балансы. Исследовали вегетативную нервную систему. Неспроста Яков Леонтьевич Цивьян в 70-х годах ввел термин сколиотическая болезнь. Неспроста в монографиях, которые посвящены сколиозам, Андрианова и так далее, всегда отдавалась важная роль состоянию других органов и систем, в том числе нервной системы. Наши собственные исследования, когда мы спооперировались с нейрофизиологами, с математиками и получили картину по энцефалограмме с определенной обработкой межзональных взаимоотношений головного мозга, вот эта картина здоровых детей. Линиями показаны те связи, которые существуют. Вот эта картина характерна для детей с прогрессирующей формой сколиоза. По нейрофизиологическим критериям функциональная активность, в кавычках функциональная активность центральной нервной системы, она тоже отличается. А вот что происходит, когда мы отображаем, там где находятся анатомические структуры, глубинное функциональное картирование мозга. Тоже сделано по специальной программе. Я ортопед-травматолог, я не нейрофизиолог, в детали вдаваться я не могу. Но тем не менее, вот норма состояния покоя. Красными точками многочисленные показаны наиболее активные ядра при этом. Вот глубинное картирование, но у ребенка с прогрессирующим сколиозом. Как раз вот первый и второй доклад, которые были посвящены, мануальным техникам, мануальной диагностике. И так мы видим, что происходит явное смещение уровня активности ближе к стволу головного мозга. Наконец, на сегодняшний день, если свести воедино вот все наши данные, которые мы получали самостоятельно, те вещи, которые нам достались в наследство от наших коллег, которые колоссальный объем работы провели, в патологической ситуации под названием сколиоз участвует центральная нервная система, эндокринная система, участвуют мышечные ткани, причем мышечные массивы не только те мышцы, которые бугрятся под кожей, но и глубокие мышцы, короткие мышцы, ротаторы. Это, по сути дела, все вещи, которые влияют на сколиоз. Ну и, наконец, профессор уже не знает, как отобразить те знания, которые накоплены и так далее. Он однажды удивился. Вот это вариант доклада Калининград 2009 год. Посчитали 180 слайдов. Они все посвящены сколиозу. Он говорит, черт побери, это же пазлы получаются. И он говорит, вот представьте, вот те знания, которые накоплены нами, не нами, вот если их всех кучу сложить, вот мы получаем такое миссиво, действительно, в котором разобраться очень сложно. Да. И теперь, ну это не воспринимайте как шутку, мы их делим на кучки и получаем картину. Вот сложили из этих многочисленных слайдов, пазлов такую картину. Это идиопатический сколиоз. Почему тут бременские музыканты? Потому что идиопатический сколиоз, по нашим наблюдениям, по нашим соображениям, это сколиоз типичный для длинноногих моделей. Потому что мы разделяем еще и сколиоз с атипичной ротацией. Идиопатический сколиоз, но с атипичной ротацией. Это удел людей с усиленным кифозом. Чуть позже объясню. Итак, в чем разница? Здесь на слайде показана спондилограмма, прямая боковая проекция пациента со сколиозом, с атипичной патологической ротацией. Причем в клинической картине это будет выглядеть так, что дуга направлена в правую сторону, а асимметрия при сгибательном тесте будет совершенно с противоположной стороны, не с правой. То есть порой это сбивает в толпу начинающих ортопедов, врачей, там, лечебной физкультуры, что происходит, где снимки. Это не его снимки. Нет, это его снимки. Всегда при этом происходит усиление грудного кифоза. И, наконец, классический вариант идиопатического сколиоза. Прямая спина, выпрямление физиологических изгибов и наличие сколиоза с типичной ротацией. Они по-разному себя показали при радиоизотопном исследовании. Для сколиоза типичного, с типичной ротацией, идиопатического, сколиоза длинноногих моделей характерны уровни повышенной обменной активности. Позвоночник растет, растет очень интенсивно. В отличие от сколиоза с атипичной ротацией. Помните, мы говорили про остеотропные гормоны, которые отвечают тоже за интенсивность роста. Все вот складывается как-то в один узелок. Здесь, на этом слайде, просто отличия, какие есть у типичного и атипичного сколиоза. В принципе, я их перечистлю, поэтому останавливаться не буду. Но всегда при сколиозе с атипичной ротацией будет доброкачественное лечение. Вообще, это золотые пациенты для детского ордопеда. То есть, если есть классические признаки атипичной ротации, вы можете лечить этого больного как угодно, вы ему поможете. У этого пациента сколиоз либо не будет прогрессировать, либо уменьшится. Что бы вы ни делали, в отличие от типичного сколиоза. Наконец, вот перейдем теперь вот к тем взглядам, которые мы сейчас придерживаемся. На этом слайде позвоночный столб. Бок, фаз, гофи. Не буду говорить, что это сложнейшая анатомическая структура, вы все это прекрасно знаете. Итак, вспоминаем. Сколиозы атипичные атипичные ротации отличаются тем, что у одного идет лордозирование естественного грудного кифоза, у другого усиление этого естественного. Потому что высота тела позвонка при атипичном сколиозе она опережает нормативные показатели в этой возрастной группе. Итак, вот на слайде с левой стороны картина нормального грудного отдела позвоночного с спинным мозгом. Что происходит, если у нас повышен обменный повышен уровень обменных процессов, отмечается повышение интенсивности роста, тела позвонков будут расти быстрее, высота передних отделов будет опережать нормативные показатели и будет возникать доклинический этап. Мы расцениваем на сегодняшний день как доклинический этап сколиотической болезни. Избыточный и продольный рост будет вызывать лордозирование грудного кифоза. И причем, вот вспомните опять-таки вспомните себя там, какого-то своих родственников, дети с плоской спиной, вот балерины, танцовщицы там и так далее, родители радуются. Да посмотри, какая спина-то у твоей дочки-то вот какая она ровненькая, прямая. Нет никакой боковой дуги, есть просто выпрямление физиологического изгиба. Следующим этапом происходит возникает несопряженность в росте костного позвоночного столба и важнейшей структуры ЦНС спинного мозга. Спинной мозг настолько важная структура, что он будет диктовать свои условия. И если ему будет при этом некомфортно, вот мы использовали резерв, выпрямили грудной кифоз, а интенсивность роста костного позвоночника продолжает оставаться больше, чем нужно. Какой резерв есть еще? Куда деваться к позвоночному столбу крутится? Совершенно верно. И это не только первое, что приходит на ум, это результат математического анализа вот этой несопряженности. И возникает не сколиоз, возникает поворот туловища, торсия. Причем, долго ли она будет существовать? Мы проводили очень интересное исследование совместно с пермиками. Продолжительность этого обследования было 2-3 года, сейчас уже идет третий год. Мы брали огромный массив детей, 500-700 детей в разных школах, в детских садах и так далее. И при помощи клинического метода и метода компьютерно-оптической топографии, вы все знаете, что это, мы выявляли детей с плоскими скинами, с признаками начальной ротации. Через 2-3 года, вот у нас исследование продолжает сейчас, мы начинаем видеть, как происходит трансформация вот этих, то есть, это подтверждает наши выкладки умозаключения, которые мы сделали на основании всех остальных данных, ранее полученных. И мы видим это воочию, как действительно происходит. Итак, возникает торсия, поворот. Долго ли она будет существовать? человек, существо прямоходящее и вперед смотрящее, у него бинокулярное зрение. Человек не может передвигаться постоянно вот в таком положении. И уже вестибулярный аппарат, центральная нервная система будет заставлять принимать верхнюю часть туловища в правильное положение к горизонту. Возникает элемент доротации. Возникает первичная ротация, позвоночник, верхняя часть возвращается в среднее положение и вот это уже создает предпосылку для возникновения фронтальной дуги. Я повторюсь. Я еще буду показывать некоторые слайды, они будут повторяться. На сегодняшний день мы оцениваем идиопатический сколиоз как компенсаторную реакцию организма на несопряженный избыточный рост гостного позвоночного столба относительно парадольного роста спинного мозга. Мы предполагаем, у нас есть веские основания для этого, что можно разделить три основные причины этой несопряженности и этого несоответствия. Первая причина гормональная. Когда происходит избыточный синтез гормона роста кальцитонина при недостаточном синтезе кортизола паратерина, нарушение синтеза мелатонина. В результате высокие темпы продольного роста костного позвоночника и приспособительная компенсаторная реакция, которая закручивает сколиоз, позвоночный столб, в трех плоскостях. Можно выделить спинальную проблему, когда какие-то функциональные или органические нарушения происходят в структурах спинного мозга. Пример. Синдром фиксированного спинного мозга. Наверняка видели таких детей. Диастем, демилии. Так вот, когда некуда вытягиваться фиксированному спинному мозгу, всегда у этого ребенка будет деформация позвоночного столба. И, наконец, центральные причины, когда возникает десинхронизация, дискоординация управления продольным ростом постного позвоночного столба и спинного мозга в структурах талануса и гипоталануса и гипотезы. Вот вспомните те слайды, которые я показывал про картирование головного мозга. Результат один. Несопряженный продольный рост постного позвоночника и спинного мозга. Итак, клинический этап. Уже происходит возникновение сколиотической дуги. И вот именно на этом этапе, как правило, внимательные доктора, которые проводят диспансерные осмотры, профосмотры, и видят уже эту деформацию. Причина давно-давно. Патологический процесс запущен давно-давно, но мы уже имеем в результате сколиоз, который расценивается как начальный сколиоз. Первая и вторая степень, как правило, дать диагностику. И вот как раз здесь включаются законы Гютера-Фольдвена, согласно которым, если на отделы структуры тела позвонка суставных отростков показывается давление повышенное, они будут расти медленнее и формируется латеральная кленовидность тела позвонка. Причем эта латеральная кленовидность не ограничена только чистой кленовидностью. Возникает деформация дуб. Одна душка укорачивается, возникает деформация остистого отростка, происходит серьезные структурные анатомические изменения костных структур. Эти слайды мы все сложили вместе, чтобы было видно лучше. Давайте я пробегусь просто вот так. использование резерва физиологического кифоза, когда причина уже есть на сопряженность роста. Появление первичной ротации позвонков в нижней и удальной зоне. Компенсаторная реакция верхней краниальной зоны. Возвращаем тело в среднее положение. Ну и наконец происходит уже дестабилизация вертикальной колонны тела позвонков, изменение механической нагрузки на расковые зоны офисов тела позвонков, включение физиологии закона Гютера Холлифтона, развитие фронтальной дуги структурного сколиоза. А когда мы переходим к третьему столбику, этот процесс патологический, он становится самоподдерживающим. Сколиоз есть, рост продолжается и происходит все дальнейшее и дальнейшее прогрессирование. Сейчас я вам покажу небольшой фильм, он займет всего лишь две минуты с гостиком. Это не мультяшный фильм, этот фильм сделан специалистами физиками и математиками по нашему заказу. Когда мы им дали вводные, вот все, что мы знаем про сколиоз, как все происходит, и попросили в динамике но сжато отобразить, вот как возникает вот эти все этапы. Вот что мы получили. Значит, это здоровый человек, здоровый скелет. Пока все хорошо. Вот мы видим, что существуют нормальные физиологические изгибы позвоночного столба, это короткие трансвероспинальные мышцы, мышцы-ротаторы. Все прекрасно, все ровненько, симметричненько, существует спину, и мозг находится внутри. Все хорошо, все растет, все развивается. Возникает увеличение продольного роста костного позвоночного столба, и возникает уплощение естественного грудного кифоза. Что при этом происходит? Спина становится плоской. Дальше, если патологический процесс продолжается, человеку остается только упасть назад. Но человек существо, прямоходящее, он не упадет назад. В отличие от животного, допустим, у лошади компенсаторная реакция возможна в более сильном проявлении. То есть, это будет животное с провисающей спиной. Сейчас вы увидите ту же картину. То есть, там есть куда деваться. Лошадь не ходит на двух ногах. Да, она будет, видимо, выбракована по каким-то критериям, я не специалист. Вернется к человеку. Упасть он не может, значит, он должен повернуться и скрутиться. Естественно, этот процесс не происходит без действия различных мышечных массивов, коротких мышц и так далее. Вот здесь те вещи, которые уже в процессе этого доклада где мануальный терапевт он был большим форматом. И так происходит поворот. Происходит поворот. Это второй этап компенсаторной реакции. Но человек должен смотреть вперед. Возникает деротационный механизм в краниальном отделе, в верхнем отделе позвоночного столба. Человек возвращается в заданное природой эволюционно закрепленное нормальное положение, но у этого человека возникает сколиотическая дуга. Что такое сколиоз? Болезнь или приспособление? Это приспособление человека, это компенсаторная реакция. И мы уже видим классическую картину правостороннего грудного или грудопоясничного сколиоза. С изменением во всех трех плоскостях. Фронтальная боковая дуга, горизонтальное изменение ротационное и сагитальная когда меняются естественные физиологические изгибы. Логично мы не можем на сегодняшний день выявить первопричину заболевания, но мы должны пытаться разрабатывать и подключать лечение сколиозов патогенетическое лечение. И одна из основных задач на разных этапах ведения такого пациента это попытаться нормализовать интенсивность роста позвоночного столба. Как это достигается? Я считаю, что это тема отдельного доклада. Достаточно душно в этом помещении, чтобы выслушивать часовые монологи про сколиоз. Я считаю, что это абсолютно к чему мешает в одну кучу. Цель этого доклада заложить в ваши головы наше представление о сколиозе, чтобы вы это переварили, переосмыслили по своей уже специфике спецификации, высказали свою точку зрения по этому поводу. Где-то к нам прислушались, где-то с чем-то согласились, где-то поспорили, мы будем рады только. Корсета Шино, оно здесь просто осталось в этом слайдовом докладе, мы используем корсеты Шино, но в отличие от западного подхода, когда сам Жак Корсеты, то нам не нужно делать лечебную физкультуру, нам не нужно делать физиотерапевтическое воздействие, да ничего больше не нужно делать. Вот вам конструкция, можно ли назвать в чистом виде лечение корсетом патогенетическим? Нет. Мы вынуждаем дело ребенка деформированный позвоночник принимать более правильное положение. Корсет Шино должен применяться при лечении диопатического сколиоза по своим показаниям. И мы будем получать тогда отличный результат лечения. Ну а теперь просто несколько вариантов, это наше собственное наблюдение, результаты комплексного консервативного лечения. Стрелочки показаны, вы все видите, величина дуг в градусах на спон делограмме указана. Поверьте, хорошим результатом консервативного лечения диопатического сколиоза отличным результатом считается отсутствие прогрессирования деформации с хвостом ребенка. Это отличный результат, это большая победа. Хорошим результатом считается торможение темпа прогрессирования сколиотической деформации. Когда же мы получаем, что отыгрываем в минус и подтверждаем это рембеологически, это победа, это победа врача, это победа родителей, это победа ребенка. Еще один пример с фотографиями. Почему фотографии сделал? Потому что здесь фотография пациентки это сколиоз изначально третьей степени. Вот этот снимок, который крайний, это не первый снимок, с которым к нам эта пациентка попала, она иногороднее лечилась у нас раз пять или шесть. Посмотрите, классическая картина лордозированного грудного кифоза, плоская спина. Но что происходит с этим сколиозом даже на основании динамики вот этих ремкинограмм? Вот последний снимок. Прошу прощения. Верну. Деформация уменьшается, а клинически эта девочка никак не выглядит на сколиоз третьей степени. Еще один пример. Девочка из Рязани. Сколиоз изначально, когда нам успел четвертой степени, правосторонний грудной сколиоз. Вы все практикующие врачи. Вы можете поставить на основании клинического осмотра этой девицы сколиоз четвертой степени? Нет, конечно. Даже выраженность реберного горба в форму и так далее. Однако изначально величина до 57 градусов у девочки была. Этапное корсетное лечение, этапное лечение в стационарных условиях у нас, абсолютное соблюдение всех рекомендаций родителями и абсолютно светлая голова у ребенка, у которой стоит четкая цель. Я не хочу на операцию, я буду делать все, чтобы затормозить прогрессирование сколиоза, чтобы уменьшить его. И мы этого добиваемся, она этого добивается. Еще один пример с рентгеном. Сколиоз четвертой степени. Родители и сама пациентка категорически против неоднократно предлагаемого оперативного лечения. Лечение тоже комбинировано с включением корсета шинок. Первый снимок здесь маленькими черненькими стрелочками показаны, видимо, плохо видно они с телевизора, расповые зоны, которые присутствуют на первом. Вот этот снимок, когда апофизы уже консолидированы с телами позвонков, процесс роста у этого ребенка завершен. Она четыре года мучилась, скрез, ношение корсета шинок это адский труд. Это действительно такой экзекуторский метод, необходимый метод лечения. Она мучилась. И мы видим, посмотрите на рентгенограмму крайнюю слева и посмотрите на спину этого ребенка. Вы скажете, что там 60, даже больше градусов изначально было? Я думаю, тоже нет. Не происходит чуда, не исчезает сколиоз, но тот клинический рентгенограммический результат, который мы получаем, это огромная победа. Мы стаскиваем их с операционного стола. Ну и на этом могу закончить по времени. Достаточно. Может быть на семинаре у нас есть не совсем укладывается в тему. Коллеги, благодарю за его внимание. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ